всем привет никому нельзя верить в общем у нас сегодня должно было быть наводнение нет слава богу нет в общем эти дни конечно лил дождь и самый большой дождь обещали сегодня 14 сентября дождя нет и слава богу кстати но подготовка к наводнению была капитально все перекрыли все набережные их крыльях а вчера лада вчера была пятница 13 и вот влада эту пятницу 13 ощутила на своей шкуре рассказывать на обед с работы иду проверить реку насколько поднялась уровень воды влада шла проверить все что в ожидании река должна выйти на подняться это нервный смех упирается упирается в труп куда смотри в труп а еще там девушка смотрела в труп мы друг друга посмотрели друг на друга и ушли в общем вчера влада обнаружила труп человека уже я не была не была первым кто обнаружил там полиция была одна машина потом подъехали остальные но я думаю я была одна из первых в общем криминальная сводка пятница 13 у лада вчера полу то кажется но вышла на обед и увидела труп и потом пошла и потом пошла до обеда из криминальной истории мы сегодня еще вам одну расскажем а может даже и не одну вот видите как нас спасает от наводнения вот мешки с песком принесли возле театра разложили а почему вы за театр и так это все не театр это ресторан славяк а ну да терять это вот а где вода слава богу да ну а вообще перепад погоды у нас было 38 градусов доходило август вы просто адский июль начало июля тоже было ужасно сегодня 10 градусов тепла конечно такой переход сейчас многие болеют просто напросто из это что неудивительно нет но потопы по чехии есть кое-что подтопило германия чехия но слава богу прагу сия участь миновала что это это здание которое в 2013 года да я была в школе недалеко и мы это чувствовали аж нашим классе я тоже помню здесь был взрыв здесь сюда видео и пострадал ну пока были там гранит ранее ранены но и криминальную историю сейчас мы вам ее расскажем в общем вот так не поднялась река поднялась но ничего такого страшного не происходит у нас просто очень похолодало конечно и резко да да вот смотрите вот 18 да вот представляете пони воскресенье 35 а потом началось и вообще вообще мы хотели в эти выходные поехать в один замок прямо на чемпион по легендам очень интересный один из красивейших замков один из самых сказочных замков которые сказочных которые признали почему именно чехи он третье место занимает по сказочности так вот так вот хотели в него поехать ну вот прям испугались на медик испугался вы что потопы я утром вышла да утром еще был сильный дождь с луной шел дождь вчера весь день шел дождь ну а сегодня вот уже днем все нормально так мы обещали ну мы обещали рассказать криминальную историю кстати надо сейчас найти тихое место и рассказать и вот это знаменитый чешский ночной клуб называется карловы лазни и никогда не забуду когда я только приехала в чехию а из херсона и пошли мы в эти карловы лазни на дискотеку тут несколько этажей четыре этажа на каждом этаже своя музыка и вот пришла я молодая молодая девушка из маленького города херсона в цивилизованную прагу приехала пошла на такую крутую дискотеку в крутой ночной клуб у меня был культурный шок это такая помойка была переходах да на ступеньках лежали не знаю если живые или мертвые люди но живые там обдолбанная наверное срали чуть ли не в углах ну такого я больше не у меня это было первое впечатление чешских ночных клубов в общем наши херсонские ночные клубы наши херсонские ночные клубы по сравнению вот с этим были просто как я не знаю интеллектуальные дурные красивые чистые все будет дорого-богато а это в общем у меня был шок когда я первый раз посетила пражский ночной клуб надо было даже шапку взять в общем очень интересное наводнение в этом году никаких ограждений никаких лужи досыхают дождя нет в общем зря мы не поехали в тот замок ну значит поедем в другой раз ну в любом случае погода сегодня не сильно хорошая ужасно холодно холодно непривычно холодно после такого дебильного лета в общем наводнение такое что даже все скамейки чуть-чуть сухие в Праге вот мы сейчас сидим возле реки на сухой скамейке в общем хотели рассказать историю которая произошла тоже на днях в Праге тоже такие споры вокруг этой истории ведутся а история такая что ночью в Праге была погоня полицейские на днях не суть на этой неделе была погоня полицейские машины так чуть-чуть тюнингированы да давай проходил еще устанавливали и стоят и стоят против моего и на мужчину сидят а эти прям встали и смотрят нас в упор испанцы какие-то короче в общем ночью была погоня машина такая вся за тюнингирован но вся в тюнинге машина спортивная переделанная на гоночную там вообще какой-то ночью гоняла по Праге ну и полиция естественно начала ее догонять потому что этого делать нельзя в Праге есть какое-то ограничение скорости по городу нельзя ездить больше чем 50 км в час они естественно скорость нарушали ехали значит они ночью они ехали ехали не без сирены потому что ночью как бы машин не было они просто по чистой дороге ехали за ну смекалками мекалки естественно полицейских были включены ехали по главной и тут в соседней улице на главную выезжает автомобиль в автомобиле 4 человека сидят я так понимаю ну как я я как думаю я же знаю правила дорожного движения что ты когда выезжаешь на главную ты должен дать пропустить все автомобили которые по ней едут а тем более это полицейская машина тем более она с мигалками мигалки ночью видно они же там отражаются в домах на домах отражаются вот то есть машина которая выезжала на главную скорее всего не дала не пропустила по-чешски говорят не дал ушедность но по-русски не пропустил не пропустил вперед вот эту полицейскую и полицию машина выезжает и полицейская на полной скорости влезается в эту машину которая выезжала в соседней улице в машине 4 человека самый старший 2000 года рождения и девушка младше всех да была не понятно короче от 2000 до 2004 это 4 человека сидели и одна из пассажиров там парни и девушка и девушка погибает от разрыва сердца там не так от рам как от разрыва там не понятно но остановилась сердце 30 минут ее реанимировали ну и да она умерла молодая девочка совсем и тоже вот сейчас конечно более того вот из-за того что случилось это авария вот ту машину которая нарушала скоростной режим гоняла ее никто не догнал вот и полицейские там полицейские тоже были ранены и в этой аварии девушка погибла и начались споры что полиция вот врезалась ну да обычно люди как как это полиция могла ехать как это полиция а что полиция свою работу не выполнять нормально полиция ехала просто понятно что мое мнение что вот эти люди которые ехали за рулем этой машины которая выехала на главную молодые люди скорее всего у них не было опыта вождения ну в любом случае полиция да сейчас там начинается вот что полиция очень быстро ехала ну а как она должна была ехать а еще писали что ну они же видели номерные знаки вот той машины которая убегала зачем мол догонять ну человек который едет за рулем нарушает скорость потом скажет да я не сидел в этой машине меня ее там угнали ночью и избежит ответственности например поэтому ну что значит они видели номерные знаки они должны были остановить эту машину они ее останавливали да вот а эти молодые ну в общем совпало тут все молодые эти выехали с улицы и погибла девушка страшно конечно ну я думаю вообще в этой всей истории виноваты в первую очередь те кто вот гоняет по городу гоняет ну как это так если бы собачка там какая-то выбежала им под колеса ну это не только собачка человек ну понятно что ночью дети не бегают по Праге они это ночью делали ну всякое может быть ну вот вот такая история что люди которые вообще никакого отношения к этой погоне не имели попали в аварию со смертельным исходом ну а сейчас конечно читаешь комментарии там все очень многие обвиняют полиции полиция нарушила скорость вроде бы полиция они не могли ехать скорость 500 км в час ну да короче да полицейский беспредел короче но я считаю что полиция как раз таки здесь делала просто свою работу а что им делать а как как им гнать как им гнаться за преступников пускай это может это не такой ну как нет а я считаю тоже страшный преступник люди которые машина это оружие вы когда садитесь за руль вы вооружены вы можете убить человека это понятно это страшно поэтому когда вы несетесь по городу пускай даже ночью с огромной скоростью вы преступник полиция хотела задержать преступника но к сожалению пострадали люди ну а мы идем дальше смысл ада еще что мы раньше рассказывали пражские сплетни а теперь дошли до криминала потому что я вспомнила в прошлой истории мы рассказывали о том как покончил с собой психолог здесь в праге вот о том что действительно не знаешь чего от человека ждать тот психолог казалось бы выдержанный знает умеет там размышлять рассуждать правильно в итоге человек не справился с какими-то своими проблемами и покончил с собой это о том что никогда не знаешь что ждать от человека я расскажу историю своего детства когда я столкнулась ну не я столкнулась но просто я знала человека который совершил такое чего от него думаю никто не ожидал ну да попозже сейчас мы еще походим по городу потом я вам расскажу эту историю история интересная ну вот и наши сплетни превратилась в криминальную хронику в итоге ну сэ ля випп ну сэ ля випп смотрите во что превращено самое желанное место сколько этих здесь замочков да а ведь этого места сбросили я на непомуцки все ладно загадывай желание да видите надо еще ногу поставить а я заслала а заслала так так согласно легенде 20 марта 1393 года по приказу короля Вацлава IV с Карлова моста сбросили священника Яна Непомуцкого поскольку он отказался открыть тайну исповеди жены короля королевы Жофии по преданию там куда упал мешок с телом священника над водой появилось свечение как будто вспыхнули пять звезд с тех пор святого изображают с пятью звездами над головой сегодня на месте откуда священника сбросили можно видеть крест внурованный в перила моста а внизу на мостовой медный гвоздь именно в этом месте на Карловом мосту люди и загадывают желания которые к слову обязательно сбываются но здесь все должно быть по науке и так загадывая желания нужно расположить правую руку на кресте а правой ногой наступить на гвоздь на мостовой а еще судя по тому как отполировано изображение святого на решетке многие для пущего закрепления эффекта труд и его ну а вот здесь доказательство тому что у нас таки потоп видите как все у нас огородили это мы находимся на кампе сколько там воды а воды там конечно нет только что с моста видели ну вот у нас огородили вот так на случай потопа огородили и на полицию поставили машину ну зато мы можем вот теперь доказательство предъявить что у нас потоп что он без страшно вообще сейчас говорили что будет четыре четырех четырестолетняя вода какая-то я вообще не понимаю что такое столетняя вода четырестолетняя вернее четыреста и пятьсот разница небольшая ну сейчас мы там когда стояли снимали вот эти вот заграждения полицейский подошел говорит хотите вас сфотографировать на фоне мы такие не-не-не-не спасибо он говорит вы Владя говорит ну вы молодая вы не знаете что здесь было в 2000 не помните что здесь что было в 2002 но мы не стали признаваться что Влад гораздо старше чем 2002 год не знаю будет ли тут это четырехсотлетняя вода или нет но доказательства у нас уже есть что ее ждут младенцы смотрите а еще вот тут младенцы стоят точно такие же младенцы стоят прицеплены к кафелью к кафелью к Жешковской башне а знаете что они без лица вот сейчас я вам покажу их лица в 2000 году на знаменитой Жешковской башне появился очень необычный объект который если верить автору был призван скучную башню оживить и со своей задачей он прекрасно справился ведь этим объектом было не что иное как композиция из десяти безликих младенцев автор идеи Дэвид Черни да да младенцы родные братья головы кафки бабочек лилит и многого другого так вот скандальный скульптор вынашивал младенцев с 1994 года но тогда он их хотел разместить в чикагском музее современного искусства но у американцев в музее не нашлось места для размещения этих малышей а заодно и денег на их содержание поэтому вскоре после рождения дети оказались бомжами без постоянного места жительства они кочевали с выставки на выставку пока однажды отец-создатель не привез их на родину в Прагу а все потому что именно здесь на стыке веков стартовал проект Прага европейский город будущего поселились дети на башне именно на а не вы но и здесь не все было гладко в 2001 году малышей решили убрать с насиженного места а все потому что дети не были рассчитаны на такую дополнительную нагрузку как например снег их гигантские фигуры представляли собой опасность однако жители города привыкли к скитальцам и стеной встали на их защиту так и быть систему крепежей укрепили и 10 малышей навсегда поселились на башне три малыша ползают по острову кампо а один малыш скрывается во дворе магистрата Праги 3 кстати почему у малышей нет классических лиц а вот тут две версии первая мне нравится больше и вот она такие лица символизируют отношение к телевидению и его влиянию на умы особенно неокрепшие очень тонко подмечено особенно если учесть что младенцы именно с этими лицами ползают по телебашне а по второй версии эти лица каким-то способом должны поспособствовать отказу от абортов но не знаю где здесь логика ну кстати все все в ожидании каких-то запоминающихся кадров телевидение везде вокруг набережной везде машины телевидение все ждут фотоопа все прям да все прям затеяли дыхание когда ну когда ну будет не будет но мне нравится вот эта картина как там бурлит вода хотим с Вадой пройти через мост и видим тело видите там тело тело а после того как Влада вчера обнаружила труп а идем а идем мы в ту сторону где Влада обнаружила труп мы такие встали и стоим звонить в полицию и идти проверить давай по той стороне пройдем и увидим а как мы увидим кто это а вдруг ему помощь ну не это бомж какой-то лежит да это бомж дождя спрятав ладно под мостом было два бомжа видите как у нас река поднялась мусорка в воде да мусорка о да вот это кадры вот мусорка в воде ну ладно в общем здесь и был найден труп нет ну а да его там вытащили да вот там чуть дальше был найден я его видела и сама осталась вот так вот а вот смотрите впереди указатели в этом в воде стоят это там где труп нашли о да там труп нашли кстати потому что Влада здесь работает рядом да здесь конечно потоп виден потому что вот там где указатели там нормально пешеходные пешеходная дорожка под мостом можно пройти а сейчас нет видите так что да река выходит мне нравится как полиция смотрите сколько здесь всего повесила что заходить нельзя было бы сказано причем нам тоже народ нормально нагибается и под пролазит под эти вот сейчас мальчик вот и мы так же зашли но мы уже выходим не можем да 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 они 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 не наблюдают а посмотрите на нашу наплавку здесь еще обычно стоят кораблики ресторанчики всякие их вчера все увезли ой ветер еще такой сильный так что вот кораблики с наплавкой увезли наплавку тоже закрыли А посмотрите, где скамейка? Это скамейка на наплодке тоже. То есть, да, прилично вода поднялась. Не, ну мы не зря с Ладой в сапогах пришли сегодня. Да, мы все продумали. Раз, как видно течение сильно, как бы что видно, что вот сколько воды. Да. Как отсюда видно. Видишь? Да. Вот, смотрите, здесь закрыли бары. Вот эти такие модные у нас здесь. Ну да, их позаливало капитально, конечно. Скамеечки, указатель в воде стоит. Да, сколько мусора плавает. А вообще здесь еще лодочки тоже стоят. Вот их всех развезли и увезли все эти лодки. Да. Да, вот скамейка. Там скамейка. Там скамейка. Ну, посмотрим. Ну, в общем, идем мы. Мы уже ходили в этот ресторан. Показывали. Ну, это не ресторан, такая закусочная грузинская. Вообще сейчас грузинские рестораны так стали популярны в Чехии. В Праге главное. Ну, в Чехии, в Праге, да. Я не знаю, если где-то еще есть. Ну, в Праге прям грузинские рестораны чуть ли уже не на каждом шагу. Ну, хорошая кухня, почему бы нет. И вот мы сходим с этим. Мы уже были в этом месте. Это что такое здесь они делают? Вот это. Вот это. А, белое? Это против, потому что хотят запретить электронные эти. Ну, вейпы всякие. Патракурят уже. Электронные. А, они хотят запретить электронные? Они хотят запретить, а эти борются рвутить. Потому что, как бы... Ага. Ну, что только сигареты. Хотят запретить вот эти вейпы всякие. Ну, кстати, я разговаривала когда-то с одним человеком. Он хирург. И он правильно мне сказал, что он тоже против этих вейпов. Он говорит... Говорит, табак уже изучен вдоль и поперек. А вот что нас ждет после вот этого? После вот этой вот химии какой-то? Мы еще не знаем. Еще как бы... Скоро узнаем. Что это все такое тоже? Не сильно хорошая вещь на самом-то деле. Все это синтетика какая-то. Они сейчас борются, что это... Ну, что главное, они борются, чтобы не брали возможность выбора. Нет, скажем. Конечно, люди говорят, что хотим курить здоровое. Какое оно здоровое? Ну, да. Да, хотим курить здоровое. Мне кажется, проще вообще не курить. Ну, это я говорю как человек, который вообще никогда не курил. И слава богу. Вот. А Эдик, кстати, у нас когда-то очень много курил. Прям... Да, он много курил. Потом перешел на эти вейпы, кстати. А потом вообще бросил. И уже много лет. Ну, не много лет, но не курит. И говорит, даже не вспоминает. Вышли мы из трамвая, потому что в трамвае не работала... Вот эта чепуха, в которой можно купить билет на балет. На балет можно, но трамвай нельзя, потому что не работало. В общем, пришлось нам выйти. Но, пока мы вышли и идем пешком, расскажем вам еще одну историю. История, на самом деле, тоже абсолютно дебильная какая. Ну, не дебильная история, дебильные люди в ней принимали участие. Вообще, это страшно, что вокруг нас столько идиотов. Вот ты не знаешь, что этот человек сделает. В общем, было лето. В центре Праги это все было. Возле Карлового моста Нидалью. Ехала машина. Окна были открыты. В машине сидят мама и дочка. Маме лет сорок, с лишним. Да, дочке еще нет двадцати. И мимо них проезжают... Или возле них едет семья тоже. О, полиция. Короче, возле них, рядом с ними, ехалась тоже семья, но на велосипедах. Муж, жена и двое детей маленьких. Это центр Праги. По дорогам немножечко тоже хаос, можно так сказать. Честно говоря, я согласна с этой девушкой, которая ехала в машине. Потому что она сказала, окна у них открыты. И она тут говорит своей маме, как они не боятся с детьми ездить по центру Праги на велосипедах. Абсолютно поддерживаю. И да, я понимаю, есть очень много любителей велосипедного спорта. Но не все улицы в больших городах действительно небезопасны. И вот центр Праги это совсем не то место. Я когда еду за рулем, я тоже переживаю. Я в машине. Но я хоть в этом железе еду. В случае чего там какие-то подушки меня спасут. Какой-то ремень. А здесь ты едешь на велосипеде, где-то кто-то тебя не заметил, ты ничем не защищен. Но это мое мнение, я к велосипедам так отношусь. Не сильно люблю этот вид транспорта. Ну да ладно. В общем, девушка говорит, девушка 19-летняя говорит своей маме, зачем они детей на велосипедах берут в центр города. Эти люди, которые ехали на велосипеде. Жень, мама услышала. Да, мама это услышала. И говорит своему мужу, что вот смотри, нас там обсуждают, что мы детей взяли с собой. Что делает мужчина? А, машина уже проехала, поехала дальше. Он начинает догонять машину на велосипеде. Догнав ее, он начинает по ней стучать и требовать выйти непосводителя из машины, чтобы с ним решить этот вопрос. Мало того, что это дебил на велосипеде, так он еще реально дебил. В общем, догонять машину, стучать по ней, да, и требовать выйти. От женщины. От женщины. Ну, машина, естественно, останавливается. Люди выходят, женщина и ее дочка, они выходят. Этот к ним начинает, на них там что-то оскорблять их по-всякому. Стучат по машине. А, девочка хотела зайти, открыла дверь, чтобы зайти в машину. Нет, она сначала хотела вызвать полицию. Она садила телефон к девочке, чтобы вызвать полицию. Этот идиот выхватывает у девчонки телефон, бросает его на землю. Она садится в машину. Да, она вышла за ним. Да. И он начинает дверью хлопать ей, чтобы ногу ей как-то прищемить. Ну, короче, потом он начинает лезть и драться к женщине, водителю. Да, она вышла, чтобы она драться. Да, женщина начала сказать, о какой у моего ребенка. Он в ответ полез к ней драться, начал ее бить. Живот, ну, и взбивал ногами. Да. В общем, результат такой. Женщина через два дня умирает в больнице. А они поедали в больницу этот день, что ей стало очень плохо. Ей стало плохо, в больнице она умерла. У нее еще обнаружили у этой женщины водителя, Тесла машина была. Был какой-то синдром, очень редкий. Что-то с сердцем. Нет, с синдромом наступил так плохо. Не суть. Что-то с сердцем у нее. В итоге человек умер. Даже не... Это дело даже не в том, умер или выжил. Вот такой дебил. Ездят в центре города на велосипеде. Не сделайте ему ни в коем случае замечания, иначе он вас убьет. Я считаю, вот как мы когда учимся ездить на машине, да, с рулем, сын на трава. Я думаю, к велосипедистам нужно еще строже относиться. Мало того, что они подвергают себя опасности, они подвергают других водителей опасности. Я, например, их боюсь. Честно, я когда еду, заранее боюсь велосипедиста. Так они еще вот такой дебил взял и напал на человека. Убил. Это как бы была одна история. А, ну, я при закончу эту. В итоге сейчас суды идут. Потому что, как бы он не убил, она же умерла в больнице. И доказано, что она умерла не от травм, а сердце не выдержала. От стресса у нее в итоге она умерла. А, нет побоев. А, ему дали, он даже не сидит, ему дали три года условно. Ну, и сейчас там семья этой женщины, дочь, они борются за то, чтобы эту свинью посадить. Вообще, говорю, как нужно быть аккуратным, как нужно быть осторожным. Потому что, говорю, была еще когда-то тоже знаменитая история. Когда мисс Польша или чего, там тоже у нее был какой-то навязчивый поклонник, который все хотел с ней о чем-то поговорить, донимал ее. И когда она со своей семьей ехала, отъезжала от своего дома в Польше в машине, он подошел к машине, начал там стучать ножом по этой машине, чтобы она вышла, что ему надо с ней поговорить. Вышел ее муж, он был возле нее за рулем. Начал с ним разбираться, они начали драться. Вот, выбежала она, чтобы разнять. И он, этот поклонник, ударил ее ножом. Вот. На глазах еще и у ребенка. Ребенок был тоже с ними в машине. Вот. Вот поэтому лучше, когда видите невменяемого, лучше не выходить из машины. Потому что вот... Они тоже должны были понять, что раз он стучит по машине, он не вполне нормальный. Только мята, женщина ни в чем не виновата. Да, куча свидетельств. Никто не помог, уже каждый люди тоже боятся, чтобы им служить. В общем, вот так. По кругу нас столько больных, никогда не знаешь, где он. Вот оказалось бы, отец семейства. А я думаю, он и жену свою поколачивал. Ну, да, уже ненормально. Ну, конечно, да. Ну, потому что она ненавидит всех, потому что она живет с дебилом. Прям криминальная новость. Ну, и сводка криминальных новостей. Кстати, шутки шутками, а дождь-то пошел. Вовремя мы спрятались в грузинском ресторане. А, и продолжаем сейчас читать эту историю, о которой мы вам рассказали, о том, как в центре города идиот избивал женщину. Так, представляете, вот мы сейчас читаем, что он в сути говорит. Он в сути говорит, вообще-то жертва я, а не они, потому что они оскорбили меня. Я защищал свою семью. Оскорбили чем? Не понимаю, конечно. Ну, ладно. Я защищал свою семью. В общем, жертва я, а не вот эти. Ну, в общем... Да, что она его начала избивать. Чем она его избивала? Что она его начала избивать, он просто ее от себя. Ага, ну, при этом масса свидетелей, что это не так. Потому что город... Это в центре города, где очень много людей, и все эту историю видели. Вот он, очень сильный мужчина, который избивает женщин. Вообще, мужчина, который может поднять руку на женщину, это... Не знаю, если его можно назвать. Это не бинарная усыпь. Ага. Потому что мужчина... Покажи, покажи его. Это тоже какое-то мелкое что-то такое. Да, мелкое. Угу. Сейчас, верну. Да, вот смотрите, что вообще-то... Это еще... А, да, вот. Чехию как затапливает. Это в Праге еще у нас здесь так, более-менее. Потому что эпицентр не Прага. А вообще по стране это топы. В Германии, в Чехии. Да. В деревнях там не особо хорошо сейчас. Это мы тоже жалуемся, что дождь такой... Так, дождя. Дождь покапал и прошел. Только ветер дикий. У нас что-то как светофор. Да. Карвина. Ну, карвинская. А, это марава. Марава. Видите? Да. Да. Кстати, видите, у нас еще и зоопарк закрыли. Вообще, в 2002 году, когда был ужаснейший потоп в Праге, то всегда была трагедия. Очень животные погибли в зоопарке. Многих пришлось просто усыпить, потому что их спасти было непозможно. И там такая была грустная история с этим морским львом Гастоном, который погиб. Ну, я даже не буду ее пересказывать, потому что я очень расстраиваюсь, когда вспоминаю этого несчастного Гастона. Но, слава богу, в этом году перебдели даже. Вот и зоопарк закрыли, и все подготовили. Хоть в Праге действительно не все так страшно, как могло бы быть. Так было в 2002 году, например. Но, слава богу, вот животные не пострадают. Зоопарк закрыли. Поэтому все сидим и ждем наши большие пельмени. Уже минут 15. А так хочется есть. О, несут. Посмотрите. И вот за 10 пельменей мы отдали 500 крон? А? 500 крон? 430. А, так, вообще копейки. 430 крон, это... 500 крон, это было бы 20 евро. Это где-то 17 евро. Посмотрите, какой здесь Наполеончик. Да мы взяли один на двоих, потому что мы этими пельменями так наелись. Ура! Дождь пошел. Началось. Ну, кстати, обещают, что на этой неделе он уже... Дождей не будет. Но, в общем, посидели мы в Грузии на 5. Очень-очень нравится. Очень-очень вкусно. Такого Наполеона вкусного я никогда не ела. Хоть как бы найти в Праге Наполеон вообще не проблема. Но вот тут самый вкусный. Так. В общем, погода очень прогулочная. Мало того, что дождь... Ветер, ветер, да. Ветер такой. И говорю, это все после адской жары. Резко. Резкий перепад такой. Это очень плохо для организма. Вот смотрите, еще одно место, которое нужно знать в Чехии, кто приезжает. Потом снимем. Да, но оно открыто только по будням. Выходные дни там все закрыто. Это находится на улице Спалона, к которой мы сейчас подходим. А, кстати, прервемся на рекламу. Не на рекламу, прервемся. Вот, помните, когда-то была история, что здесь погиб мужчина. Сидел на остановке и сверху упал камень. Видите, теперь чинят это место. Вот так. То место, откуда упал камень и убил человека, сейчас реконструкция. Так вот. На той улице, на которую мы идем. Улица называется Спалона. Спалона. Это там, где находятся, например, бабочки. Торговый центр Май и бабочки. Так вот. Сейчас старый трамвай едет. На том месте есть чешская страховая. Чешская прощевная, да, ведь это? Да. Ну, здание, мы сейчас его покажем. Чешская страховая. И если зайти внутрь, то там в фонтане живет угорь. Его зовут Вацлав, если не ошибаюсь. А, Пепа, Пепа, Пепик. Пепик, Пепик, это значит, Йозеф. В фонтане живет угорь. И этот угорь, он как уже символ этого, этой страховой. Это третий угорь, если не ошибаюсь. Эти угри там живут уже на протяжении ста лет. Может, чуть даже больше. Один сменяет другого. Сейчас живет там третий. Там писатели ходили смотреть. Да, этот угорь, это знаменитость местная. Каждый новый угорь становится новой знаменитостью. Ну, Вада сходила, смотрела на этого угря. Он большой такой, фонтанчик маленький, угорь большой. Он грустный. И он такой грустный. Очень грустный. Да. И Вада, когда подошла к этому фонтанчику с угрюм, он с грустью поплыл к Владе. Да. Нет, он прям, да, вели со своего. С какой-то дорогой. Как? Вот это здание. Да. И вот если зайти здесь внутрь... Сейчас посмотрим, может, само здание открыто. А, может, угорь открыт. Ну, печальный какой-то он там. Да. Я лично только видела о нем ролики об этом угре. О, здание открыто. Нет. Нет, закрыто. В общем, вот за этими дверьми живет угорь. Угорь, будете в Праге, зайдите к угрю. Пусть ему не будет грустно. Ну, а вон впереди бабочка. Что я говорю, бабочка? Посмотрите, куда мы пришли. Это называется коварно-кочичи, то есть кофейно-кошачья. Такие имена. Полдаш, скотча, голи, маки, магия. Ну, в общем, вот такие коты здесь живут. Чилиппан. Чилиппан там тоже живут. Посмотрим. А если аппо-по найдешь? И поверьте, в кафе нет мест. Ну, нам нашли место внизу, в отдельном зале. А вообще кафе забито. Все хотят котов посмотреть. Кстати, вход в это кафе стоит 39 чешских крон. Сколько это в евро? Ну, 1 евро стоит 25 крон. Чуть больше, чем 1 евро. Вот. Сейчас мы дождемся кофе и расскажем вам историю. Я вам хотела бы сказать, как я говорила, что никогда не знаешь, что у человека, которого вы увидите перед собой в голове. Вот одну историю я всю жизнь помню. Она случилась еще, когда я была ребенком. Но я запомнила ее на всю жизнь. Я вам ее расскажу. Это она случайно? Да. Вот она. Что? Вот это она. А, вот смотрите, что пишут. Так это кошка вот эта вот. Вот она сидит на стуле. Ее зовут Лиззи. Как ее можно назвать? Елизабет? Царевной еще можно ее назвать. Так, ну, цвет серебряный. На ваших клинах. Ага, размеры. Так удобно, чтобы лежала на ваших руках. Какое... Так, чтобы не палево. Ну, как так, как не палево. Как бензин. Ну да, типа, какой бензин подходит к ней. Да, это как документ к кошке. Какой бензин ей подходит? Восхищение от подданных. Вот. Короче, кафе в центре Праги. Рекомендую. Если вы любите котов. И не приходите сюда с собаками. Ну, а история какая? Я хотела рассказать свою историю. Из детства. Которую я до сих пор помню. Я не могу забыть. Вообще, у нас сегодня криминальный день какой-то. И эта история тоже, конечно же, криминальная. Ну, так. Я вырастала в доме, который считался обкомовским. В этом доме жили члены обкомовских. Члены семей работников обкома партии Херсона. Или работники КГБ. Потому что КГБ у нас было через дорогу. Вот. И дом был на два подъезда. Четырехэтажный. И мы жили... Я жила во втором подъезде. А в первом подъезде жила одна девушка. Ну, я тогда была ребенком. Мне было меньше десяти лет. На тот момент, когда все это произошло. Ну, эту девушку я очень хорошо помню. Во-первых, она дружила с моей тетей. С моей родной тетей. Тетя жила со мной в одной квартире. Она была... Они очень сильно дружили. Поэтому я ее знала хорошо. Она к нам часто в гости приходила. Эта девушка была очень красивая. Вот она была такая вся. Я до сих пор помню ее внешность. Она была такая вся стильная. Она была... Не просто художница. Она была скульптором. Она была очень красивая. Очень добрая. Мне она очень нравилась. Ну, как ребенок. Я чувствовала от нее какую-то исходящую доброту, наверное. Она приносила какие-то подарочки. Мне все время там мелкие. И у нее была собака. Она безумно любила эту собаку. Она вообще очень любила животных. Вот. Эта девушка жила, как я уже говорила, в соседнем подъезде. И она была дочерью очень влиятельных людей. Отец вроде бы ее занимал какую-то высокую должность. Или в КГБ, или в партии. Мать, наверное, тоже. Ну, насчет матери не помню, но отец точно. Так вот. У девушки этой был муж. Ее муж тоже был скульптор. Они оба были скульпторы. И они жили все вот в этой квартире в соседнем подъезде. Это были огромные квартиры. Это сталинский дом, высокие потолки. Они жили в четырехкомнатной квартире. Это была четырехкомнатная сталинская квартира. В Покумовском доме огромная. Ну, я, как я уже говорила, это очень состоятельная семья была. Вот они с мужем художники-скульпторы. Она была его второй женой. Он до этого был женат. У него даже был ребенок в первом браке. С этой девушкой у него детей не было. Вот. Ну и... Однажды. Это все, что произошло, конечно, уже узнали. Когда был суд, когда это дело было расследовано. Однажды. Так вот, ее муж. Однажды за какой-то, то ли памятник, то ли скульптуру, но за что-то, он за свое творчество получил большую сумму денег. И у него был ребенок от первого брака. И он эти деньги хотел отправить. Я не помню, сыну или дочь у него там был. Сами ребенок хотел отправить. Ребенок жил в другом городе, не в Херсоне. Он тоже был из другого города, этот парень. И он хотел отправить эти деньги своему ребенку. Ну и сказала об этом своей жене. Она что, добрая девушка, любящая всех детей, всех животных, котиков, собачек, милая, прекрасная, красавица. Она сказала нет. Повторюсь, это очень богатая семья. Она была из богатой семьи. Она не нуждалась вообще. Я не думаю, в этих деньгах тем более. Она сказала нет. Эти деньги останутся дома. И ничего ты не отправишь. В общем, они поругались. Я не знаю, что там было дальше. Меня не было в тот момент с ними. В общем, они поругались. И что дальше было? Дальше он лег спать. Она. Добрая, хорошая девушка. Берет нож. И спящего мужа. Она знала, куда бить. Она скульптор. Она знает хорошо анатомию. Она его убивает. Там много ножевых ранений. Она его убивает. Дальше она заворачивает тело. В какие-то клеенки. Она еще очень долго при этом находилась дома с трупом. Она завернула его тело во всякие там клеенки, тряпки. Я не знаю, во что. Маленькая, хрупкая девушка. Она была очень стройная, очень тонкая, звонкая такая. А он крупный парень был. Она его заворачивает. Отмывает все дома от крови. И что было дальше? А это уже что знаем мы и моя тетя. Моя тетя была дома. В соседнем подъезде она жила. Моя тетя сидит дома. Замок дверь. Он открывает дверь. Стоит ее подружка. Вот эта девушка. Говорит, привет. Можно к тебе зайти? Так, говорит, заходи, конечно. Она заходит. Проходит в зал. И просит мою тетю. Говорит, Наташа, сделай мне чай, пожалуйста. Тетя уходит на кухню. Та остается сама в зале. В нашем. Через какое-то время тетя возвращается с чаем. Там выпивает чай. Говорит спасибо и уходит. Тетя так и не поняла. Они подружки. Они часто друг к другу в гости ходили. Но вот этот приход она абсолютно не поняла. Они толком ничем не поговорили. Она просто выпила чай. Отправила ее за чаем. Выпила чай и ушла. Все. Куда пошла она? Что она сделала у нас дома, я потом расскажу. Она пошла к своему какому-то родственнику, который тут жил в Херсоне. Он сильный, тоже мужчина какой-то взрослый. Она пришла к нему и говорит, я убила своего мужа. Мне нужно вывести его в степь возле Херсона. Там где-то или закопать, или что-то избавиться от трупа. Ты мне должен в этом помочь, потому что я сама не справлюсь. Я худенькая, маленькая. Ну, уже все готово, он уже завернут. Осталось только его вывезти. Чтобы он мне помог его вынести и избавиться от трупа. А что ее родственник? Он человек вменяемый. Он говорит, ты сошла с ума, наверное? Я не буду твоим соучастником. Я не хочу сидеть в тюрьме. И вообще мне твой несчастный муж ничего плохого в этой жизни не сделал. В общем, дорогая моя, иди-ка ты в милицию. И тогда еще была милиция. Иди-ка ты в милицию, или пойду я. Ну, понятно, ей ничего не оставалось делать. Она пришлось ей сдаваться. Может, они даже вдвоем пошли, он с ней пошел. Этого я уже не помню, не знаю. В общем, ее, конечно же, арестовали. Начались обыски у них дома. Да, нашли труп, я помню, там полиция во дворе, милиция тогда еще была. Милиция во дворе, там труп этот выносили. Вот. Через пару дней, там не помню, сколько времени прошло после этого ужаса, там все были в шоке. От нее этого никто точно не ожидал. Просто вот представьте себе, добрейшая, душа девушка такая. За все хорошее против всего плохого. Очень красивая. Художница. Просто милота. И вот такое совершает. Взверски убивает. Не просто как-то поругались и случайно ударило. Такое можно еще как-то объяснить. А вот такое убийство, жестокость такая. И вот прошло несколько дней, я уже не помню точно. К нам домой приходят ее родители. И говорят моей тете, что так и так, не могла ли ты нам кое-что отдать? Что? Ну, дело в том, что наша дочь, когда это совершила, она к тебе приходила. Тетя моя говорит, да, она была у меня. Так вот, она у тебя за пианино, у нас в зале стояла пианино, она у тебя за пианино кое-что спрятала. Не могла ли ты нам это отдать? Ну, тетка моя идет в зал, там они, бабушка моя была жива, они с бабушкой вдвоем отодвигают это пианино. И за пианино большой сверток. Платок, не платок. Ну, я не помню, не знаю, что это было, но большой сверток. Они разворачивают, конечно, они хотели увидеть, что же она у них оставила. А в этой свертке всефамильные там драгоценности какие-то. По версии, там этого было много, повторюсь, в сотый раз, и я очень состоятельная там драгоценности. В общем, боялась, что при опыске, чтобы это не забрали. Видимо, все-таки подумала головой и спасла сокровища семейные. Спрятала у нас и дома. Ну, конечно, бабушка и тетя отдали им это все. Ее, кстати, посадили, я не помню, на какой срок ее посадили, но вот что я хорошо запомнила, что ее, если я не ошибаюсь, потом как-то ей позволили, что приходить домой. Там на выходные ее отпускали домой, ну или под конвоем, или не под конвоем, я не помню уже это, но я знаю, что точно она ходила домой. И потом, в один из таких дней, когда ее там раз в месяц, или раз в полгода, или раз в неделю, я не знаю, как часто это происходило, но знаю, что в один из таких дней она вдруг пропала. Да, вроде бы ее отец работал в КГБ, видимо, там какие-то связи были, что больше домой она не пришла и нигде ее больше не видели. Ну, она сбежала, скорее всего. Это я так думаю. Хотя я не знаю. Вот такая история. Вот так вот жил человек красивый, добрый, замечательный и убил кузов. Такую историю вам сегодня еще рассказали. Просто на меня эта история такое впечатление прижила, я с детства я запомнила, насколько она мне нравилась. Оказывается, что под личиной доброй, хорошей девушки может скрываться просто к убийце. Нельзя никому верить. Самое сложное слово в чешском языке. Скажи его, Влада, я не повторю. Это значит самая кругленькая. Да, самая кругленькая. Самая кругленькая. Она и самая большая. Вот одна из кошек здесь самая кругленькая. А кто из них? А ее здесь нет, кстати. А вот это не она серенькая? Нет, я серенькая. Посмотрите, розы. И вообще, я плохо разбираюсь в цветах. Но вот эти розы, их уже здесь не было летом. А вот сейчас они опять и такие красивые, и умирающие опять, а не какие-то, особенно вот здесь. Это как красиво. Да. И вот опять розы здесь распустились. Вот посмотрите, кто-то решил, что да нет, дождя не будет, и зонтик просто выкинул. Утром его не было. Утром его не было. Человек выбросил зонтик, а дождь припустился. Вот так вот. Вот из-за колода. Вот. Так что, держите за нас пальцы, чтобы мы здесь все не это. Все, спасибо вам, что послушали нас сегодня, посмотрели. Вам сегодня рассказали криминальные истории и не очень криминальные. Вот. Вот. Спасибо еще раз, что были с нами в это... Это тяжелое время. Это тяжелое, это праге время, что не оставили нас наедине со стихией. Ну, а мы увидимся еще с вами. Пока. Париж, да? Нет. Вот этот домик, у него, да, окна похожи на Париж. Да, красота. И как здесь лепестками розовых роз я наши уши застилю. Сегодня новый день у нас и дождь в Чехии ужасный. Там в каких-то деревнях просто вода приходит так быстро, что люди только и успевают, что и убегать. Ну, в общем, катастрофа, конечно, в стране, в Праге более-менее все нормально. Но сейчас вот мы с Эдиком едем в машине и слушаем новости. Только что диктор передал там, что нам предложили помощь. Предложила помощь та страна, от которой мы вообще не ожидали этой помощи. Мы такие, с ним замерли, кто же, кто же. это Украина. Ничего как бы понятно, что там типа благодарность, вот сейчас Украина поможет Чехии. Причем, сказали, материальную помощь. Сегодня Одесса так затоплена водой. Ну, а почему Одесса затоплена водой? Потому что вот эти все ливневки, их же никто не чистит, деньги-то воруются. Просто Одесса стоит в воде. Украина предлагает Чехии помощь. Какое лицемерие, какое жуткое лицемерие. Нет, конечно, я понимаю, что многие с ними согласятся, скажут, вот, молодцы. Лучше бы Украина, конечно, помогла своим гражданам. Потому что действительно хватать ТЦК-шники людей хватают. Но при этом государству украинцам ничего не должно. Но тут же предлагает помощь Чехии. И главное, материальную. Какую материальную помощь? Какую? Они бы своим пенсионерам лучше помогли. Меня просто распирает. Это уже такое лицемерие. В общем, ладно, мы еще поедем посмотрим, что там в центре Праги. Готов принять помощь из Украины? Конечно. Украина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok